Музыка Выезд запрещен. Из-за непогоды закрыто движение из города по всем направлениям. Пора домой. Четверых иностранцев депортируют из страны по решению Балхашского суда. Больше ста машин застряли на участке дороги Балхаш-Караганда. Из-за непогоды закрыто движение из города по всем направлениям для всего транспорта. Метель и сильный ветер блокируют движение. Спасатели и сотрудники полиции дежурят на выезде из города. Закрыто движение на автодороге республиканского значения Алматы-Екатеринбург от города Балхаш до города Караганды. В связи с тем просим жителей и гостей города ограничить выезда в дальние поездки. Четверых иностранцев депортируют из страны по решению Балхашского суда. В городе прошла акция «Мигрант», которая длилась 4 дня. За это время специалисты Управления по миграции зафиксировали 21 нарушение. К административной ответственности привлекли еще 5 человек, которые принимали иностранцев. Большая часть мигрантов из стран Центральной Азии. Хочу предупредить всех иностранцев, у которых истекли и истекают сроки разрешенного пребывания. Им необходимо обратиться в миграционную службу отдела полиции города Балхаш и урегулировать свой правовой статус. Оплату за детский сад могут увеличить в Балхаше. В отделе образования рассматривают проект о повышении цен на питание детей, которые уходят в дошкольные учреждения. Специалисты пояснили, что с ростом цен на продукты они вынуждены увеличить оплату. Сейчас в месяц за одного ребенка младше трех лет родители платят около 8 тысяч тенге, а за детей старше больше 10 тысяч. Если проект утвердят, то первая цифра вырастет на 5 тысяч тенге, составит 13. А ежемесячная стоимость посещения средних и старших увеличится до 17 тысяч тенге. Прежде всего, конечно, хочу остановиться на том, что это еще не закон, в том, что это еще не утвержденные нормы, в том, что мы сделали весь этот расчет, но в данный момент проводится только работа с родителями. Вся работа, все обсуждения, все будет учтено, все будет разобрано. До того момента ничего не будет. В настоящее время у нас питание выходит на одного ребенка в среднем где-то 300-400 тенге. Ребенок в садике находится до 10 часов. Кормить на такую сумму невозможно. Новые профессии могут бесплатно обрести балхашцы. Центры занятости приглашают безработных жителей города на краткосрочные курсы. Обучат двум профессиям – сварщик и штукатур. Подать документы можно в Центре занятости до 5 марта. С собой нужно принести удостоверение личности, диплом и иметь ЭЦП. Срок обучения – 3 месяца. И выплачивается стипендия в размере 20 948 тенге. Все желающие могут подойти в Центр занятости на решение по адресу Альханова, 5, кабинет 13. Документы удостоверения личности, трудовой диплом и ЭЦП-ключ. 27 февраля в Балхаше возобновят работу сельскохозяйственные ярмарки. Жители города смогут купить продукты по ценам на 10-15% ниже рыночных. С наступлением мороза в декабре работу ярмарки приостановили. А уже в эту субботу с 8 утра больше 100 продавцов будут ждать своих покупателей. На 80 прилавках будут продавать мясо, около 20 продавцов представят бокалейную продукцию. А также в ассортименте овощей, фрукты и рыбы. Ярмарка пройдет, как обычно, по адресу улица Язева, 2. Приглашаем всех жителей. Напоминаем о строгом соблюдении санитарных норм.